МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А что там? Посмотрите, что нам творится. В местной отдел зайдите, посмотрите, что нам творится. А не сюда. Здравствуйте. Вот вы обратились в редакцию, и что-то вас не устраивает, как кладут асфальт, как я понял, да? А можете как-то прокомментировать? Я житель этого района, Южного. Живу здесь с 70-го года. И родители мои есть. Вот проблема с нашими дорогами, она в крайне критическом состоянии. Но когда нам ремонтируют асфальт, что бывает, это перед выборами обычно, какую-то одну или две улицы делают, кто хочет, чтобы ее сделали так, чтобы она хотя бы простояла до следующих выборов. Да нормально. Хотя 5 лет она отстояла. Улицу Лужескую на моей памяти за 10 лет 3 раза перекладывали. Сейчас вот делают улицу таможенную. Вот я почему позвонил. Я человек, кроме того, что я здесь живу, и сегодня у меня очередной диагноз по подвеске моей машине дали, чтобы мне опять стойки стабилизатора менять, которые я месяц назад ставил. Так вот, я работал заместителем начальника отдела капитальной строительства завода «Ведопак». И что такое строительство, и как это должно быть для приемки, я это знаю. Первое. Утром ехал, спросил, делали улицу Графоя. Технодзор есть? Нет. Будет, когда? Не знаем. То есть технодзор должен быть постоянно. Постоянно должны быть здесь глаза. Технодзор – это представитель, специалист, который отчитывается перед нашей администрацией. На основании его заключений подписываются акты выполненных работ. Этого нет. То есть... Ну, а что вам... Сейчас объясню. Смотрите, давайте подойдем... Вот, сразу обратите внимание. Вот этот слой должен был сняться. Асфальт состоит из двух слоев. Основной несущий. И на него накладывается второй, который надо периодически ремонтировать. Второй асфальт... Ну, это разные характеристики. Вот по инструкции, вот этот верхний слой, его должны были снять. Его оставили. Вот, посмотрите сюда. Асфальт нельзя ложить в пыль, в грязь, в щебень, в гальку. Это должно быть все выметено. Вот это вот все выметено. Посмотрите. Это ничего не выметено. Это пыль. Пыль так она и есть. Второе. Когда снимается асфальт, желательно, чтобы быстрее второй слой ложился. Но! Снятие асфальта было два месяца назад. Понятно, что уже утрамбовали, уже пыль, грязь уже вбилась. То есть адгезия, то есть прилипание, уже никакая. Должны пролить все специальным битумным клеем, раствором. Привет. Специальным битумным клеем все должны пролить. Для того, чтобы второй слой прилипал. Адгезия. Чтобы не было слоеного пирога, который по слоям рассыпается. Вот, смотрите. Все должно быть вот в таком состоянии. Вот. Как здесь, когда идешь, и ноги прилипают. Вот она. Вот. Идем здесь. Здесь весь этот слой, к чему прилипать. Нет. Но! Здесь есть мусор. Клязь, которая является прослойкой, будет между слоями. И прилипания никогда не будет. То есть, сплошное битумное покрытие должно быть. Именно сделано по первому слою асфальта. Этого у нас нет. Следующее. Я не знаю, на какую высоту рамка сделано. То есть, в какой слой асфальта. Это, как говорится, на совести дорожников, потому что их никто не контролирует. Технадзора нет. Но, смотрите, вот это уже прослухшая саль. Я вот, встаньте сами. Вот топаешь и чувствуешь, как он под тобой ходит. Я спросил, катками укатывали. Да, уже укатывали. Понимаете? Когда хорошо укатанный асфальт, это я... Мы делали дорогу к Секольному заводу. На Секольном заводе вот площадку делали. Катали и катали, чтобы утрамбовать, умять. И этот асфальт будет по 15-20 лет стоять. Хорошо укатанный асфальт. Этого два раза прокатили, чтобы слой был потолще и потолще. И соответствовал техзаданию. И все. На этом оставили. То есть, вот я вот хожу, вот чувствую, вот подо мной он... Вот сами почувствуете. Попрыгайте. Каблучком ударьте. Ну, есть, да, я чувствую, что... Он мягкий, это вата. Второе. Должен был быть... Вот будет вторая полоса. Вот одна полоса есть, будет вторая полоса. Где примыкание между полосами? Это должно быть все пролито, все вычищено. Это что? То есть, вот здесь это разрушение. Это 100% гарантийно будет происходить. Даже если здесь хорошо зальют, то вот этого стыка нету. Понимаете? Вот это и битумное пролитие, и чистка между... Она должна быть. Ее нету. И уже не будет, потому что уже спрятали. Вот для чего технодзор должен быть постоянно. Должен все видеть. Тыкать глазами, пальцами. Записывать замещание. Когда работал я на хозяина, стекольный завод строили. Мы отвечали. Я не знаю, перед кем отвечают эти чиновники, которые будут подписывать акты выполненных работ. Или это очередное освоение денег идет. По-другому как это? Вот у дорожника спросите, будет эта дорога стоять хотя бы 4 года? А на самом деле, а какая компания, можете сказать, делает... Технодзора спрашивайте, вызывайте, пусть... Видите, они ничего, мне то же самое. Технодзор где? А говорит, женщина приезжала и уехала. Все, кто, фамилия. Берется керф на послойность, на уплотник. Все. А потом претензии... Прошу прощения, прошу прощения, скажите, а вот по вашему мнению, все правильно? Технология соблюдается? Они не отвечают на такие вопросы. Нет. Ну, сказали, мы делаем. Скажут, мы сейчас загрузимся и уедем. Понятно. Ну, а вам сказали по технологии делать? Или вот вы соблюдаете технологию? Просто вот человек говорит, мы нейтральные, совершенно нейтральные. Вот соблюдаете. А, и вот по поводу говорят, что приедут, сделают керн, это выборка такая, выпиливание. Так вот, я знаю, когда договариваются строители с заказчиками, то определенное место делается очень хорошо. Приезжает, тыкает в это место, уже заранее согласованное. Делается туда керн, отправляется на экспертизу и прекрасный результат получается. А то, что дорога развалится через два года, это уже их не волнует. Объяснение как? Много машин у вас ездит. А вы вообще с Кингисеппа, Кингисеппские сами? Нет, конечно. Нет? Нет. Приехали, уехали. Они могли пустить поток машин по графу в объезд, пожалуйста. То есть есть объезды. Нет, вот у них будет сейчас объяснение, что машины им мешают здесь работать. Я другого не могу. Почему не перекрыли, не сделали, не зачистили нормально, не залили нормально битумным клеем этот первый слой. А так понятно. Машины сейчас едут, у них объяснение. На колесах они пыль, грязь несут. Это все опять выносится и получается слоеный пирог. А можете сказать, вот говорит человек правильно или нет? Я не специалист. Вот вы специалисты, которые кладете, на самом деле он правду говорит или нет? Так, а можете сказать, а здесь вообще кто старший? Ни старший, ни технозора, ничего. Сейчас ждут машину, он придет со свадом и продолжит вот это хищение средств. По-другому не назову. Потому что с моего кармана, как налогоплательщика, уж уходят деньги на ремонт этой дороги. А делается ремонт не по стандарту, не качественно. Бессовестно. Мусор, листья, это все, это является как... И вот этого ничего не будет. Это будет все спрятано. Почему это? Делается акт скрытых работ. То есть то, что будет потом в закрытии. Так вот, человек должен быть постоянно, должен контролировать. Или, например, вот он приехал, при нем вычистили там какой-то участок, пролили, все. И он говорит, вот у меня сейчас дела, я пошел пить чай, но как только вы подойдете к тому участку, вы должны меня вызвать. Я должен опять принимать. При мне это все должно делаться. Потому что этот клей может залить и на грязь. Сначала очень все вычищается. Ну, вы видели там вот песок, который уже... Вот сейчас вот, понимаете, не мы бы, вот так бы и начали вот по этому уже мертвому. Это мертвый холодный асфальт. Вместе с листьями, с грязью, с пылью. Так бы и пошли дальше. Потом, смысл в чем? Что вот этот, получается, он как слоеный пирог. И в этом месте, так как нет прилипания, уже несущая нагрузка не два слоя несут, а как бы разделенная. Появляются трещины, слои. В них попадает вода. Вот почему зима опасна, плюсы-минусы. Там либо минус, либо плюс. Но плюс-минус, и вот вода попадает, замерзла на минусе, она начинает расширяться, начинает рвать, трещина начинает увеличиваться. Плюс с вибрацией от колес идет. Оттепель. Лед оттаял. Опять минус. Опять эта вода замерзла. И вот в результате год-два пройдет, и будет та же самая дорога, какую снимали верхний слой в мае или в июне месяце. Но очень давно. По правилам, сняли асфальт, тут же должен накладываться второй слой. Я спрашиваю, кто старший, кто технодзор. А сказали, баба какая-то приезжала и уехала. Все, понимаете, вот кто, чего. Это еще маску-зору одеть и ночью работать. Вот, по-другому я не могу понять вот такую секретность вот этой организации. Вы сами спрашивали. Фотографировать нельзя, никто ничего не скажет. Старшего нету, технодзора нету. Опаньки. А асфальт есть. И акты будут подписаны, деньги освоены и в нужных пропорциях разделены. По-другому у меня объяснений нету приемки таких работ. Хорошо, что коровьего навоза еще не положили. А может и положили. Потому что приемка должна быть на стадии от подготовки до завершения. Постоянно человек должен стоять, смотреть. Вот эти хабарики будут закатаны под асфальт. И потом здесь будет каверна, в которую будет попадать вода и начинается разрушение. Вот асфальт положит вот так вот. Вот это все останется под асфальтом. И потом машины будут колесами разбивать и начнутся от края отрываться вот такие вот. То же самое, как вот там можно подойти. Вот там вот то же самое сделано. То есть не выбирая кромки и делая такой грани между обочиной и асфальтом. Вот просто накатали асфальт вот на эту грязь и все. Я уверен, что вот эта грязь идет туда. Видите? Вот она. Вот эта грязь, она заканчивается вот это вот. Где-то здесь под асфальтом. И потом машина, проезжая под краем, естественно, что вот этот кусок отвалится. И потом начинается разрушение асфальта с краев. Никакой подготовки основания для этого асфальта не сделано. Бетонироваться. Потому что здесь ходит тяжелый автотранспорт. И на нефтебазу, и лесовозы ходят, и цементовозы. И вот я думаю, это будет слабое место. Здесь все будет расколотно. То есть само основание должно приподниматься и метонироваться. Ждем асфальта. Сейчас придет асфальт. Подметем, прольем и начнем дальше. Извините, а вы представители технодзора? Служба заказчика. Служба заказчика. Это, а можете подсказать? Я журналист. Вот человек, местный житель вызвал и говорит, что здесь делается все не по технологии. И многие люди другие тоже проходили. Вы слышите, почему? С нарушениями? С какими? Что вы имеете в виду? Хорошо, давайте. Пошли. Скажите, вот это вот. Вот этот участок. Так давайте сейчас, они кладут сюда. На этот участок асфальт сейчас кладут. Они, они машину ждут, они пойдут дальше. Нет, они сказали, ну все-таки. Сейчас беспорядно. Это перед вами. Подождите, хорошо. Вот там они... Молодцы, вот замечательно. Это вот перед вами они могут сказать что угодно. А я говорю, как оно есть. Вот смотрите, вот. Вы считаете, что здесь, вот там, вот дальше вода не проливалась? Здесь до колодки все проливалось. Подождите. Что ж мы остановили? Хорошо. Если до колодки, то почему вы не остановили здесь до колодки? Кого? Мы его заделали и прошли все. Хорошо, стоп, стоп. Проливается полоса шире, чем кладется асфальт. Никак. Подождите, хорошо. Здесь хоть один свет проливки есть? Вот здесь вот хоть один свет есть. Они когда будут стыковаться проливтовые тре. А где она закончилась, эта проливка? Здесь или здесь? Вы просто сейчас защищаете... Я не защищаю, потому что я не на их стороне стою. Вы на их стороне. Нет, абсолютно не. Вы были на их стороне, вы бы их контролировали... Я приезжала с утра. Я утром тоже была. Чистили щетку они здесь. Я приезжала с утра, это все прочистили. Когда была проливка, чай у них. еще раз вы вы обманываете вы себя вы хотите сказать что вот это нормально стык между полосами вот это да еще не пока не делал а вы уверен что он как там не закончился у той обочины а я а я уверен что он он давно закончен еще будет один асфальт но это уже финишный или еще будет то есть второй будет или я дурак или я дебил альтернативы нет если второй слой то почему вы уже сделали а потом опять будете все раздалбливать опять будете поднимать то есть будете раздалбливать а это один но это уже финишный слой разрушение а там они будут проливать когда будут стыковать они будут проливать между с вами понимаете я вам не верю вы врете выйдите посмотрите голословно говорить не надо вот вот все пролито до самого края во первых пролито частично там вообще не пролить раз что это выявили на грязь здесь еще а я не если я развиваю подвеску два года пройдем здесь опять будет одни ямы благодаря вот этой приемке я не могу сейчас вот там пролить потому что ездят машины здесь понимаете я сейчас начну вот я сейчас перекрою вот эту машину машина с асфальта и до дачу потянули почему потому что смотрите вы говорите что здесь будут проливать машина а почему проливочная машина долила до туда почему вы можете сказать вот вы представитель службы заказчика по вашему мнению все делается по технологии но именно ваше мнение потому что приехал я потому что приехали он уже стоял здесь давно я подъехал теплый асфальт был еще еще предупредили что будет классно 50 метров потому что машин много невозможно я зрелищниками разговаривал сегодня они как мы не можем перекрыть всю дорогу не очень неудобно работать так хорошо вопрос такой на смекалку смысл вот этой машине битумовоски вот это который разливает было проливать до туда если вы хотите сказать что вы по новой по новой будете и проливать и подметать смысл смысл тогда в ней если сразу взяли как положено вот машина с метлами идут люди машина следом поливает и следом кладется свадьбе вот она как должно а так вы дошли до перекрестка четко сейчас пройдет потому что смысла здесь нету сейчас все листья здесь стоп хорошо почему вы уже подготовительную работу сделали да мы ее не делали это предварительно короче работайте люди добрые кингисепцы на ваших глазах я только что поймал за за руку непорядочных строителей и технадзор и вот сейчас поймали и вот сейчас вот с этого момента они начнут делать хорошо за это мне уже ура а то что нам только что вешали лапши что будет еще второй слой на этот слой оказалось что это влев и вранье это называется распил все спасибо компания это наша местная или компания сместные о кижинга кижинга о кижинга местная компания вот они буквально сделали на днях графова и местные жители спросите они говорили что уложили асфальт грязь в песок и в щебень вот вот давайте не будем я вчера там послать очень долго вплоть до того что не вручную швабрами там где были замечания где прям остаться швабрами вручную проходили два месяца назад все фрезеровалось они используют как себе и если бы пасть по спелому то есть сняли тут же и укладываться носу вас в честь и хвала вам было потому что свежеснятый асфальт нему хорошие они не использовали как асфальт год то есть там все адафу асфальтов кладчика там конкретно было пролито и там вот не не так это не асфальт это не приемка это не подготовка то же самое было и там конкретно за приемку отвечаете вы да ну а вот сейчас за работами ну и по вашему мнению все сейчас делается правильно сейчас вот на этот класс нельзя естественно тут нас подметать и проливать разговоров нет не пролету них здесь был пролит этому вернемся там проливать будем потому что был не проект машины ездили там начали цель из вот сюда нельзя как я понимаю сейчас класть асфальта и это все выметиться но вчера такие были у нас нюансы они брали у них швабра большая если приходил со шваброй человеке также они подметали все все эти выбоины защебинили здесь вот мы ходили защебиняли и спрос с них большой всегда не знают они вот в этом плане уже знают что с них будет спрос большой и работать не начинать пока не приеду и не буду смотреть я у них переезжаю периодически вот так через там в час то есть а еще обочины будут доделываться да да после того как асфальт уложу будут пласть обочины делают вот это все неудобство того что мы работаем вот захватками они полностью как вот если дорога была свободная телефон прошли это конечно вот будет постоянно так ну вот смотрите вот сейчас они убирают асфальта но там же не пролито мы видим но то есть вот я лично вижу там нету этого то что нету этой проливки я не вижу может не может я не вижу Ну вот мы видим, да, что там и песок, ничего не пролито. Ну, согласны со мной? Потому что если лопатой вот он снимает, вот здесь это, ну, ничего не выметалось, ничего не делалось. Согласны? Все это работало, но не качественно, естественно. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Хорошо, что коровьего навоза еще не положили А может и положили Субтитры создавал DimaTorzok